Я жила, закончила школу в городе Казань. До 16 лет я даже не думала о профессии пилота. Когда нужно было выбирать профессию, я познакомилась с девушкой, которая в 23 года была вторым пилотом и в 25 года стала командиром. Ее путь был совсем нелегкий. Она была необычной. Не так, как все. И мне тоже так же захотелось. Из моих окружающих, из близких, из родственников нет никого из авиации. Например, у меня родители только врачи. И сестренка тоже пошла на врача. Как раз девушка, с которой я знакома, она закончила Сасовское тоже. И мы с родителями поехали. Сасово нужно было проходить флэг, физкультуру, профотбор. Я как сейчас помню, как я сдавала физкультуру. Были все мальчики, конечно, и я одна девочка. Я бежала, было тяжело. И физкультура подгоняла меня. Он говорит, давай, не сдавайся, ты укладываешься. Мне это тоже помогло. Открыл второе дыхание. И я добежала. Россия-33, педагог контроль, до углубления поздно. И я поняла, куда я пришла. Это, конечно же, после первого полета. Этого невозможно забыть. И именно тогда я поняла, что все я делаю правильно. Это хорошее решение. Нужно дальше идти и дальше добиваться. Я не считаю, что пилот – это чисто морская профессия. Каждый, кто хочет, кто мечтает улетать, имеет право. Конечно же, все хотят быть командиром. Но для этого нужно очень много работать. И я готова к этому. Это Романс. Джулия, разрешите фруксировку и замсу. Когда смотришь на птиц, возникает чувство свободы. Именно чувство свободы, любовь к свободе движет тех людей, которые стремятся летать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!